Добро пожаловать в Калининград во дворе от спорта Янтарной, где состоится матч 24-го тура Суперлиги Парибет. Встречаются локомотив Калининградская область и Тулица из Тульской области. Матч для вас будут комментировать мастер спорта международного класса Наталья Курносова и мастер спорта Елена Литовченко. Добрый вечер, дамы и господа. Правда, немного потерянными сейчас выглядят девушки из Тулицы. Мне интересно, продолжит ли свою карьеру Андрей Подкопаев в клубе на следующий сезон, потому что вот на сайте я только нашла такую информацию, что до конца сезона его пригласили. И как будет все дальше, известно, интересно. Будет ли это зависеть от выступления, от результата? Да, возвращаются на площадку Анастасия Азанова и Кристина Бесман. 14.23. Анастасия Азанова продолжает подавать. Сложная такая подача. Справляется Дежак. Еще одна атака будет Тулицы. Но в этот раз находит мяч в защите Ирину Филиштинскую. Такой не очень удобный угол отскока. Прям в лицо не сумела она его правильно обработать. Хотя была на месте. Там, где нужно, но отскок не порадовал. Быстрая такая передача. Да, достает, подставляет ладонь под мяч. Ирина Филиштинская. Ошибается в атаке Гольда Ефимова. И счет становится 1-0 в пользу «Коленинградского локомотива». Ирина Филиштинская на ваших экранах будет вводить мяч в игру. Такую высокую передачу играет Анастасия. Но при этом блок все равно как будто бы не успевает. Да, ну опять-таки за счет ее левой руки. При том, что у нее довольно быстрое плечо. Но да, высота не нужна. Видно, что на повторе, как Екатерина Евдокимова немного не угадала. Переиграла ее песню сейчас. Анастасия выигрывает обманным ударом Татьяна Лежак. Так классная была скиса, да. Аккуратненько за блок опустил ее в мяч. Видела она свободное, пустое, незащищенное место. Переиграла. 17-11 Ирина Воронкова подает. Атака из 4. Ну да, есть сложности в блокировании Анастасии. Азановое направление ее удара, поскольку все-таки она левша. И это всегда сложнее для блокирующих. Сориентироваться непривычно. Не так много у нас леворуких атакующих. Мяч попадает в сетку и образуется какой-то пузырь, волна. И игрок касается именно этого пузыря. Такое касание не засчитывается. То есть это не ошибка. Но тут никакого колыхания сетки не было. Игрок сам коснулся ее. И тут сложно с этим спорить. Какие-то сумасшедшие. Да, розыгрыш какой. Дырдыр происходит в исполнении Локомотива. Ну вот, наконец-то, в блоке ловят Анастасию Азанова. И Ирина Филиштинская приносит 25-е очко своей команде в этой партии. Локомотив повел со счетом 2-0. Нас впереди ждет третья партия. И увидимся с вами, услышимся даже с вами после перерыва. Силовую подачу. Анна Лунева. Очень товарная подача у Анны. Но справляется более-менее Мария Воробьева. Остается мяч в игре. Здорово сейчас. Там с такой хорошей высоты. И на такой скорости атакует Татьяна Ежак. 4 по 4. Да, в защитника. Но отскок не позволяет продолжить. Татьяна есть такой момент. Она подкручивает кистью в конце. А это сразу сложности для защитника. Вставляют мяч в игре после атаки Анастасии Бавыкиной. Ай, ошибается. Улетал мяч. Не успевала перехватить его Таня. Да, не стоило, может быть, скидку делать по линии. Сейчас нужно было больше, наверное, направить мяч в центр. Но ничего, да, улетал мяч. Таня вместе с ним. Есть прием, получается, у Татьяны Ежак. Блок Тулицы смягчает. Атака из 4. И четкий блок в исполнении Валерия Зайцева. Угадала по времени, по скорости, по высоте. Четко прилетел мяч. И Тула четко понимает, что это последний шанс зацепить эту партию. И тогда можно навязать какую-то борьбу. Ошибается Ирина Воронкова. Но вот насколько сейчас характер игры в этой встрече, в этой партии, отличается от первых двух, где Локомотив безоговорочно лидировал. Сейчас Тула немножко, не знаю, пришла в себя, наверное, подпривыкла. И стала показывать зубы, сопротивляется. Вспомнилась, зачем она приехала. Да, видимо. Здорово сейчас блокирует Анастасию Бавыкину, Валерия Зайцева. Ну да, не пройдет. Да, на таком падающем мяче направление через центральную блокирующую локомотива. Нет. Посмотрим, сможет ли локомотив поставить точку в этой встрече в трех партиях. Или же все-таки игра продолжится. Из глубины снизу только может выявляться этот мяч. Снова так аккуратно накатила. Сама всего доводит. Поэтому атака организовывалась без нее. И не очень удачная передача получилась. И в этот раз свой перерыв использует Андрей Баранков. Ну не так легко передавает. Игра Рысова. Игра Рысова. Какая умница, да? Ну вообще связующие отличаются. Они здорово играют эти переходящие мячи. Но если брать физические возможности Дарьи Рысевой и Луневой... Да, появляется на площадке снова Ирина Филиштинская. Но я думаю, что больше для блока. Нежели я не показала, что не было никаких претензий в качестве передачи к Дарье Рысевой. Здорово защищается Тамара Зайцева. И здорово сейчас забивает 25-й мяч Татьяна Ежа. 25-24. На подаче Ирины Воронкова. Зал встает. Замена в команде Тулицы. Также на блок выходит, появляется Дарья Малыгина. Но до блока нужно еще дойти. Да. Вместо Анатолуневой. Ну что еще? Перерывов не осталось. Поэтому тут замены пошли в код. Здорово защищается Ирина Воронкова. И... Нет, нет. А вот теперь так. И это победа. Победа Локомотива. Поздравляем Локомотив с очень важной для них победой. И благодарим Тулицу за волейбол. Да. 3-0. Поздравляем Локомотива. Спасибо команде Тули за очень зрелищную. Особенно третью партию. Ну, и услышимся с вами на волейболе. Для вас этот матч смотрели и комментировали. Мастер спорта международного класса Наталья Курносова. И мастер спорта Елена Литовченко. Всем до свидания и берегите себя. Спасибо. До свидания.